Всем привет! Наконец-то и к нам пришла весна. Сегодня 1 марта и я попыталась пробраться вот в ту теплицу, потому что люди говорят, что сеять, но не могу. Еще стою по колен к снегу. Но так как сегодня хороший солнечный день, я вышла и как раз сейчас сниму видеоролик о теплицах. Сейчас попробую туда подальше подойти и отвечу на вопрос. Вот такие у нас еще сугробы. Когда я вот несколько дней назад выложила свое видео о теплицах, очень много обсуждений, очень много комментариев. Многие хотят поставить теплицу, но не знают, с чего начать, как подступиться. Вот Люся Рыбина на YouTube написала, что очень хочу теплицу, но не знаю, с чего начать. Теплица устанавливается на фундамент или прямо на грунт? И я хочу сейчас вот на этот вопрос, потому что он задается очень часто, дать ответ более такой просторный, обширный. Конечно, есть много вариантов. Можно теплицу поставить на грунт, можно теплицу поставить на фундамент. От чего это зависит, я сейчас поясню, потому что вот у меня варианты разные. У меня вот это вот стоит на фундаменте, которая придомовая. Все уличные стоят просто на грунте. Почему именно такое разделение? Сейчас я объясню. Ну, во-первых, мы понимаем, что поставить на грунт – это быстрее, это дешевле, то есть это бюджетный вариант. Если вы, например, у вас нет мужчин свободных мужских рук, если вы закажете теплицу где-то купите и закажете установку, конечно, вам поставят ее просто на грунт. Это просто соберут и просто установят. Этот вариант приемлем, и он чаще всего теплицы простые, огородные, стоят на грунте. Этого достаточно. Но я сразу скажу, что при простой установке на грунт ее нужно закреплять. Вот у нас после того, как ураганом унесло одну теплицу, мы теперь закрепляем уже более тщательно. То есть муж сделал, вот эту новую в прошлом году ставили, сделал костыли из арматуры, примерно метр, по-моему, даже туда в глубину, и вбивал, а не в форме женских шпилек, только большого размера, такая большая женская шпилька. И вот по углам он вбивал эти шпильки в землю. Некоторые бетонируют просто углы. Вот эти корешки, которые от теплицы, от корпуса входят в землю, там делают такие бетонные башмачки, и этого достаточно. Сразу скажу, что это дешевый вариант и быстрый вариант. Но тут весной, при весенних заморозках, рассада, наши растения менее защищены от мороза. И чаще всего обмерзают они именно вот так вот, по периметру. Вот здесь вот. Видите, бортики стоят. Именно из-за этого все люди делают завалинки, подсыпают землей. То есть, если у вас нет фундамента, если вы будете без фундамента более дешевый вариант делать, тогда нужно, конечно, делать какие-то завалинки, вот эти подсыпки, присыпки. У некоторых я видела завалинки с этой стороны есть, и изнутри еще завалинка. У нас, если вы там, видно вам или нет, видите, внутри просто стоит плашка, деревянная плашка, которая предохраняет от заморозков, от весенних, вот таких, первые вот эти ряды, которые у самого края стоят. Теперь будем про фундамент. Вот смотрите, почему у нас именно это без фундамента, а вот это вот с фундаментом. Тут мы сразу должны определить, для каких целей у нас теплица. Вот в эту мы высаживаем, высаживаем уже или в конце апреля, или в начале мая, когда таких морозов нет. А вот это у нас рассадник, где у меня уже и март, конец февраля, я вот уже выносила и март. То есть, более рано мы выносим сюда рассаду. И, конечно, вот эта вот теплица стоит на фундаменте, и только за счет этого там, ну как бы для утепления. Но, опять же, если вы, есть даже, ну вот теплицы вот такие огородные, среди огорода стоят на фундаменте. Но вы должны знать, что для того, чтобы сделать фундамент, это не только дорого, но это еще как хлопотно. Человек должен уметь делать фундамент, то есть, нужно выставить опалубок вот этот. Опалубок выставить нужно в точности до сантиметра, потому что, если будет кривой фундамент, вы видите, что она идеально ровная теплица. Ее тогда поведет, будет корешить эти листы, лист на лист не подойдет. Нужно покупать дополнительные материалы, это вот и песчаногравийную смесь, и цемент. Нужна или бетономешалка, или тяжелый физический труд, и корыта для замешивания вот этого бетона. Когда будете заливать бетон, нужно, конечно, его хоть немного армировать. То есть, нужны или вот эти какие-то железные пруты, прожилины, или там металлоконструкции, не знаю. Ну, короче, фундамент выходит в копеечку, и именно вот я заостряю внимание не только на дороговизму, а на умение. Вы еще должны уметь сделать этот фундамент, вы должны уметь пользоваться вот этими уровнями, отвесами. Ну, короче, чтобы все было точно, потому что делать тяп-ляп фундамент не стоит. Если он будет кривой и косой, он не будет подходить к теплице, и тогда никакой пользы он вам не принесет. Вообще, наличие фундамента очень хорошо защищает растения. Именно в теплицах с фундаментом меньше туда проходит холод именно по земле. Вы же знаете, что весной все заморозки у нас на почве, то есть внизу. И если вот этот фундамент, он как бы барьер, разделительная такая часть, до которой может мороз дойти, а дальше он этот барьер уже перейти не может. И, конечно, в теплицах с фундаментом намного комфортнее, там себя чувствуют растения. Но, опять же, как бы я не нахваливала то, что фундамент все это улучшает, вы видите, что у меня у самой, у меня вот эта теплица без фундамента, вот эта теплица без фундамента. И вон там, видите, за яблоней теплица простая, такая круглая, тоже без фундамента. И там еще далеко тоже. У нас единственная теплица с фундаментом, это вот здесь. И я как вспомню, как мы его делали, где мы собирали все эти материалы, которые нужны были и для опалубки, и для заливки, и для всего, я решила, что это будет первая и последняя теплица, которая у меня на фундаменте. И так все хорошо, можно сделать с той стороны завалинку, с этой стороны завалинку и утеплить все. Но каждый решает сам. Может быть, кто-то решит пожертвовать деньгами, пожертвовать своим свободным временем, установить все теплицы на фундамент. Но тут я хочу вас предупредить, что теплица на фундаменте, она уже будет у вас не так мобильна. И если вы захотите переменить место расположения ее, это будет уже сложновато, выковыривать все эти бетонные стяжки, все это. Поэтому из-за того вот эта теплица и легко, что ее даже при переезде в другое, например, на другой участок, ее можно разобрать, на новом месте собрать и все. А с фундаментом она уже считается более основательной. Но опять же, решать каждому отдельно, будете вы устанавливать фундамент или не будете. И мой совет начинающим перед тем, как устанавливать теплицу, вы очень крепко подумайте, в каком виде она у вас будет, какого размера, для каких целей, для раннего высаживания. И если вы просто туда будете в стандартные сроки высаживать, ну вот, например, огурцы или помидоры, не очень рано, то вам фундамент этот, он и ни к чему. Так, еще по этому же вопросу, вот Люсе хочу ответить. Если вы хотите установить теплицу, но не знаете, с чего начать, могу вам со стопроцентной гарантией сказать, что начинать нужно обязательно с выбора места. То есть, я обо всем этом говорила, у меня даже есть видео. Смотрите, чтобы был подальше от забора, чтобы тень не падала. Расположение по частям света, смотрите, как вам удобно, неудобно. Если вы в холодном регионе, то лучше, чтобы вот эта сторона была весь день на солнце. Если будет жарко, можно притянить. И все это, выбор места, выбор конструкции, выбор размера. Сначала все это на бумаге и в мыслях, и только потом в реальной жизни в огороде. Потому что купив неподходящую конструкцию, неподходящий размер или что-то неподходящее, вы потом, у вас будет много проблем, нужно все обдумать заранее, решить, посоветоваться со своими, с кем вы будете заниматься, и потом уже приступать к покупке и к установке. Все. Надеюсь, я Люся очень подробно ответила. И все, кто интересуется этим вопросом, тоже могут прислушаться к нашему диалогу. До свидания.